Собственно говоря, появляются переменные с студенизированными остатками. Смотрим на результаты в Output. Снова 22 шага, но мы должны понимать, что много шагов нам не дозволено провести, иначе мы потеряем слишком много респондентов, и они уже не будут объясняться никакой моделью. Output summary дает нам низкий R-квадрат, однако мы обращаем внимание на то, что 20 итераций оказалось недостаточно для машины, чтобы все процедуры сошлись. Таким образом, эти результаты еще не можем считать конечными. Мы должны поменять в синтаксе, ну или кнопками, кому как удобнее, число итераций. 20 на 50 можно заменить, это не приведет к тому, что машина будет очень долго работать. С другой стороны, скорее всего этого хватит. Я через автозамену заменяю 20 на 50. 22 заменено должно быть, все правильно. Убираю то, что было сделано из дата файла, чтобы заново перезапустить. Результат пока что тот же самый, но как мы видим, 50 итераций хватило. Процедуры сошлись за 38 итераций. На втором шаге уже достигнут R квадрат 0,34. В девятом шаге B квартва мы получаем удовлетворяющий нас набор предикторов. Вот в более явном виде расшифровка этих предикторов. Отсортируем их по вкладу в отнесение респондента к нулевой или к первой модели. Итак, проживание в следующих административных округах. А именно, западный, юго-западный и северо-западный предопределяют, что респондент скорее попадает в нулевую.